Цвет дома номер 49-Б едва угадывается сквозь дорожную пыль. Она в течение долгого времени оседала на стенах здания. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ставит перед руководством Нижегородского района задачу – привести здание в порядок. Работ на самом деле не очень много, они локальны. То есть вот граффити закрасить, вот эти вот небольшие пробуждения подкрасить. Такой пристальный осмотр неспроста. А ранее Юрий Шалабаев дал поручение привести в порядок фасады здания до 12 июня. Времени осталось крайне мало, а состояние многих домов так и вызывает вопросы. Например, фасад здания номер 16 по Нижневолжской набережной. Мы же не требуем какой-то крупный капитальный ремонт фасада. Мы же требуем. Здесь он в принципе тоже не в плохом состоянии. Здесь косметика просто. Вот как говорили собственникам. Нет? Нет, миллиметр должен быть. Давайте я тоже переговорю тогда. Переговорить и собственникам. Вот эти вот моменты совсем небольшие. Их нужно исправить. Ничего страшного здесь нет. Затрат больших для собственника тоже нет. В короткие сроки до 8 числа. В планах у администрации города до 800-летия Нижнего Новгорода отремонтировать 309 фасадов и 116 крыш. На эти цели выделено почти четверть миллиарда рублей. Подключиться к этой работе должны и собственники зданий. Часть фасадов, естественно, делают собственники. Если это частное здание, то находится в частной собственности. Не все реагируют сразу, несмотря на штрафы. Поэтому приходится применять различные меры воздействия. Некоторые фасады уже закончены, на некоторые даже не вышли. Не повесили леса, не начали работы. Поручил главе района, руководителю АТИ, руководителю департамента жилья, взять под личный контроль, ускориться, чтобы на этой неделе уже на большинство фасадов вышли на работу. За ненадлежащее состояние зданий и прилегающей территории собственники могут понести административное наказание. Ответственные за эти процессы сотрудники АТИ Нижнего Новгорода. У нас предусмотрены кодексом административных правонарушений штрафы от 50 до 70 тысяч на юридическое лицо. Поэтому не хотелось, конечно, применять эти штрафы. Лучше потратить эти деньги на ремонт. Что касается администрации Нижнего Новгорода, мы, конечно, следим именно за содержанием уничной дорожной сети, для того, чтобы у нас были удобные урны, покрашенные фасады, чтобы собственники следили за своими входными группами. Не допускали нанесения граффити. Ну, то есть весь комплекс тот, который формирует визуальный облик центральной, конечно, нашей улицы. Также в рамках подготовки к юбилею города в активную фазу вошли работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил Юрий Шалабаев. Он подчеркнул, что инспекционные осмотры ремонтируемых и благоустраиваемых объектов будут продолжены. Екатерина Васильева, Время новостей.